Виктор, даже не знаю, как тебя спросить, но вот такая существует тема на сегодняшний день. Есть у меня племянник, племяннику 30 лет. Для меня это я сама, сейчас тебе расскажу, что я сама вожу машину, автомобиль. Ну это я знаю вообще, это ты просто рассказываешь всем нашим слушателям. Я к другому, да, что как бы я вожу автомобиль, и для меня было дико, что, мне казалось, что мальчики, каждый до единого, ну что значит не водит автомобиль, без этого, ну никак. И вдруг вот у меня мой племянник, ему не нравится совершенно водить автомобиль. Ну начнем с того, что вот ты сама сказала, вот мальчики, ну никак. То есть для тебя это был чуть ли не шок. Ну вот тебе племянник поломал идеализацию твою в жизни. Всегда найдется тот человек, который поломает идеализацию. То есть если ты считаешь, что это должно быть так и никак иначе, обязательно найдется другой человек, который тебе покажет, что это может быть абсолютно иначе. Теперь относительно мальчика и автомобиля. Скажу честно, я считаю, что мужчина, ну опять же, слово применить должен. О, будь здорова. Спасибо. Слово применить должен, ну как бы нельзя. Обязан, но тем более нельзя. Ну, а как по-другому-то сказать, да, при всем богатстве русского языка? Предрасположен к вождению автомобиля. Ну так я скажу, что некоторые девочки водят гораздо лучше, чем некоторые, скажем так, мальчики. Некоторым дано, некоторым не дано. Ну, лично мое убеждение, я, может быть, консервативен, но я считаю, что мужчина, ну, хороший мужчина должен уметь управлять автомобилем. Не, знаешь, есть выражение кататься на автомобиле. Поехали кататься, ну это на саночках можно кататься. Автомобилем надо управлять. Мужчина, тот, который управляет хорошо автомобилем, он, в принципе, предрасположен к управлению хорошо жизненным. Почему? Потому что, смотри, по манере вождения мужчины автомобиля можно четко узнать, какой у него психологический характер. Если он гоняет как безбашенный, как-то там по тротуарам, чуть ли не пешеходов сбивает, такой он взбаламошенный будет в жизни. Если он едет за всеми, боится обогнать, ну, никуда не спешит, вот такой он тюфу и будет в жизни. То есть он устроится где-то на работу, будет получать там низкую какую-то зарплату, будет приходить жене и говорит, а что, что я могу, я же работаю, я же как все, так все живут. То есть, понятно, да, манера вождения автомобиля будет у него такая же. Если мужчина там делает резкие обгоны, потом рассчитывает, он такой будет и по жизни. То есть по манере вождения очень хорошо виден характер. Теперь вернемся к тому, что многие не хотят. Ну, вообще, честно говоря, я не скажу, что многие, но молодежь, да, сейчас корни отличаются от тех ребят, которые раньше были. Почему? Потому что само время изменилось, жизнь изменилась, ценности меняются. Дело в том, что тогда, когда я рос, ну что было? Ну, машинки были там какие-то, компьютера не было. И у нас были идеализации какие-то, космос, космический корабль, машина, вау. Кого сейчас машины удивишь? Сейчас машины можно раздражать. Потому что куда ни плюнет, везде машина. Паркуются, водителям можно понять, что негде припарковаться. Пешеходам можно понять, что припарковался там перед входом и не обойти, не объехать. И почему я должна, допустим, через забор лазить, да? У каждого будет своя правда. Так вот, сейчас машины уже как бы раздражают. Матого. Сейчас другие ценности в плане того, что я, допустим, найму себе водителя. А зачем мне столько денег тратить, допустим, я на такси поезжу. Где-то в маршрутке. Пока я еду в маршрутке, в телефоне погоняю, там поиграю. А за рулем этого не сделаешь. За рулем ответственность большая. Притом контроль большой. Риск большой. Кто-то не любит рисковать. То есть ценности поменялись, но все-таки я консервативен. Я считаю, что мужчина должен уметь управлять автомобилем, должен хорошо уметь водить. Почему? Потому что оно как бы это больше, я же сказал бы, все равно необходимость, чем привилегии и все остальное. Ну, судите всех под одного гребенку. Реально нельзя. В общем, было говорить каждому свое. Ну, безусловно, у нас вон и девочки там есть, которые в армии служат и крестиком вышивают. И такие типа мальчики тоже есть, которые крестиком вышивают. И Альфонс, и как домашняя собачка, когда жена пришла с работы, и она потом идет выгуливает своего мужа. Тоже такие имеют место быть. Говорить правильно это или неправильно, ну, не знаю. Если их так устраивает, ну, все, меня лично нет, но их может так устраивает. Живут, радуются жизни. По крайней мере, никому плохого ничего не делают. Ну, значит, имеет право место быть. Вот и все.